Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог! И сегодня у меня новая рубрика. Я посмотрю, кто согласится, кто не согласится, но моя любимая подруга Виктория согласилась сразу. И мы в её ванне. Рубрика. Привет, привет! Ванна и Виктория нам покажут все свои must-have, чем она пользуется, чем она красится. Потому что когда мы с ней вдвоём, мы с ней зависаем или в моей ванне, или в её ванне, и всё время об этом говорим. Да? Да, надо заснять на видео. И мы решили, что пропадать такие разговоры интересные, как нам кажется. Виктория, хоро на беду. Великая греческая актриса, между прочим. Ну зачем сразу греческая? Можно вообще так обобщить и сказать. Я горжусь просто, что у меня есть Вика. Она друг, она стена, она опора. Я всегда могу на неё положиться. Ну красота. И вообще, она моя радость. Да, ты не знала? Начинаем. Давайте. Начинаем. Приглашаем. Заходите. Хорошо. Ну, начинаем. 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 Открывай. Открывай свои шкафы. Ну, во-первых, у меня так особо ничего нет, потому что... Жду туда, да, в камеру. Актрисе покажите, Грейка. У меня такого особенного ничего нет, потому что, ну как актриса, как бы, мне бы макияж как бы стереть, а не наносить. Поэтому у меня такие две-три штучки, а всё остальное... А стирание... Может быть, какие-то секреты? У тебя какие-то секреты есть, когда ухаживаешь за своим лицом? Потому что у тебя же постоянно грим. Ухо. Ухо. Грим. Закрой дверь? А то ухо. Давай. Залетим. Грим. Ну, грим, смотря какой. Если это театральный грим, то это очень... Он забивает все поры. Мой секрет для смывалки. Это такие тряпочки. Они такие полупрозрачные. Это катон. Это катон, это хб. И, в принципе, вот когда смывать, мы смывать можно и на сухое лицо, и на мокрое. Вот именно эти нам, например... Ну, я их сама теперь покупаю, но нам... Мне их давали на съемках, чтобы смывать этот макияж. Особенно, когда тебе наносят еще, знаешь, сухую кровь. Ага. Или какие-то фингалы под глазами. И лучше всего, конечно, смывать тряпочками, которые, ну, одноразовые, в принципе. Потому что все смывалки это все-таки бактерии, и т.д. и т.п. То есть, вот смывалка типа, вот что-то такого, я не рекомендую. То есть, вот смываешь, а потом там стираешь или еще что-то. А она все-таки грубая на кожу. Да. Вот. А это оно мягкое. Да, очень мягкое. И... Я пробовала, ты мне давала такие штуки. Она мне давала, это очень-очень хорошо. То есть, вот такой маленький секрет? Ну, только это маленький секрет, потому что мужья используют их иногда очень странно. Вытирают пыль. Пыль вытирают. Но это не для пыли. Это не для пыли. Нет. Целую целую эту. Потратил. Попортил. Грюш. Авиансый грюш. Так, теперь, это первое, второе, самое, вот, вообще, вот, это, это, как говорится, молиться. Святая вода. Святая вода, биодерма. Вот, кстати, это вот, хороший крем для глаз. Теперечи. Да, смывалка, это вот просто, когда ты думаешь, что ты уже все смысл, что ты чистый. Вот, попробуйте, ты смывалку, и она постоянно на губах остается. Это, теперь, вот это вот, это моя новая любовь. Это Дорфин. Дорфин. Ультра-клинсинг милк. Да. С ромашкой. Сенситив скин. С чувствительной кожи. Теперь, теперь перейдем еще к термологикой. У меня был сеанс, ну, как актриса нам иногда везет. И приклеится вот этот вот джентл крем эксфолиент, вот это, это раз в неделю, что ли, а приклеится-то можно, ну, да, такой, знаешь, вот, так, смазывает, оно масляное, и вот, да, но опять же, вот, я смывала своими тряпочками, а потом тестер это биодерма. Все равно, потому что все равно что-то остается, особенно под глазами, но глазами теперичи. А вот это что у тебя за масло? О, это, который вот... Это сером, а не масло? Да, это масло, но они называют его сером. Вот понюхай. Знаешь? Как ароматерапия, очень вкусно пахнет. В принципе, вот, Родена, Оля Лусу, я употребляю только на свои брови, или под эту, потому что пахнет, он вообще восхитительный, но теперь у меня вот сменился этим, а это Жасмин. Я когда работаю, когда пишу, или что, вот, тупо, на мои овелые брови. Ну, твои брови можно, да, на мои нет. На ночь. И ресницы? Ресницы можно. Ну, это, оно, оно, сихно. Как он пахнет, хорошо. Вот я, я почему его и приобрела? Потому что я один раз, я люблю на кожу наносить. У Дорфана тоже очень много разных масел. И еще у меня одно масло, любимое, это Нюкс. Это да. Вот это вот, это вообще. А еще у них было с золотом, но сейчас они не выпускают, а? Я вас пряжу. У нее есть с золотом тоже. Да, конечно, у нее есть с золотом. А у тебя в спальне всегда стоит. А. Ну, короче, та же песня, только внутри золото. Да. И ты его встряхиваешь. Конечно, это в России же его выпускают. Золотом я не видела уже давно. Да вообще их в Австралии мы как большую дырину. В Австралии ничего не завозят, так что, да. Европа нам поможет. Поможет. Дальше. Теперь. А, вот, ну, под глазами это тоже масляная смывалка. Она, ну вот, когда я работаю, в принципе, это не каждый, не на каждый день. Я не знаю, ну, смотря, когда и кто, и как. Я особо не крашусь. Да. Это же масляная смывалка. А, теперь у меня... Теперь у тебя крем. Какой ты крем наносишь? О, крема это... Ты вылазь, и чем ты мажешься? Тебе. Крема. Ну, во-первых, как я уже говорила, я особенно, ну, не наношу. Я не люблю макияжи. Да, макияж я не наношу. Я не люблю, я между работами, я как-то отдыхаю, и все-таки особо не наношу. Ну, Вика вот скажет, в Австралии вообще макияж не нужен, потому что очень жарко. И, ну, редко, когда, если что-то там с SPF, какая-то легкая база, и все, да. Я крашу ресницы, но она такая яркая, и ей не нужно красить. Да, я как это. Ну, в принципе, а вообще-то это вот Решепасса 50-ки, вот это 50-ки. Шишейда. Да. Это летом ты вот этим пользуешься, всегда. Всегда. Ну, это, да, шишейда, наверное, все-таки летом. Ну, теперь у меня новое, европейское, я тебе показывала, 50-ка тоже, это вообще... Санскрим. Ну, она вот... Вот это вообще, у нее такая матовая, маслянистая, и вы ее наносите, и вообще не чувствуете. Не чувствуете никакого ни цвета, ничего. То есть, когда ты загораешь, санскрим, феллбейс. Она не липкая, не пахнет. Фрезидент. Для меня Решепасса пахнет. А, тебе не нравится. Вот шишейда хорошо, и вот это вот вообще не пахнет. Матовый, он очень, вот, очень хороший шишейда, а еще у меня вот стандартные, вот просто это, как бы, на каждый день, это 30-ка Мека, это наша австралийская Мека-косметика. И еще добавим к тому, что у меня такое обытие, я же, у меня на работе всегда есть мейкопартиз, который занимается, и если мне что-то нравится, у меня вот все, ну, почти все. Это мне, ну, ей это отдают, естественно. Ну, какие-то отдают. А, говорит, что мне нравится, как не отдать? Да. Актрисе, да. Вот, и у меня обычно, вот, я могу сказать, что это у меня после телевизионного сериала появилось. Потом я оставлю ссылки на все Вика-сериалы, где Вика снималась, фильмы, смотрите это. Вот, и еще вот, тоже это под Шантыкали 15, и вот она такая перламутровая, и ты знаешь, вот, мне очень нравится или Роше Пусай, ой, его надо, кстати, забыла. Вот, и обожаю его тоже, вот, видишь, вот, это я, ну, начнёмся. Ох, приятно. Я наношу пот. Ты в камеру наношу пот, и вот тупо утром встала. У меня есть такие места, где я, особенно, вот здесь краснота, и вот тут вот пленечка лежит. Это после рождения пингментное пятно, но они не появляются, у меня еще веснушки появляются, но вот это вот именно, это пингментное. После родов, да. И как бы можно делать, я все перепробовала, но лучше всего, оказывается, знаешь, что бикрам-йога плохо. А ты ходила. А я ходила, буду ходить, и всегда, и тогда, и сегодня, и завтра. И поэтому, как бы, не смейте мне петлом, надо жить. Вот, вот что я делаю. У меня есть еще и эта, наша, дорогая, любимая, кисть красоты. Я ее держу теперь в этом шелковом. И вот ее, если надо, так хорошо растереть. Обычно я вот это, но если очень вот вообще надо. Да. Ты делаешь румяну. А, она делает... Байтерей, вот, хайлайт. Ну, сейчас я консилер. Консилер, да. Ну, ты знаешь, все у нее нормально. Я не буду еще не делать. Но, вот что еще. А это у меня, теперь она у меня в такой баночке. А вот это? Ага. Забили. Да. Камуфляж. И все пальцами ты наносишь, ты не пользуешься. Вот у меня их тут... Вот кисти есть, а... Ну, особо я ими как-то, знаешь... Да, может, еще у нас, знаете, у нас такой такой стиль, американский. Вот эти вот, вот это вот мне не нужно, я не... Не будем, да. Мы этот, как называется оно лицо, когда ты делаешь... Контур. Контурированием мы не занимаемся. Мы не занимаемся, мы занимаемся... Легкой. Легкая подача. Теперь что у меня еще здесь есть? Ну, вот, строго. Тоже хорошее. А это с последнего, это вот когда номинация логи, она меня красила. И вот. Это дает такой эффект влажной кожи, да? Влажной кожи и, знаешь, подсветку такую дает. Немножко как хайлайтер. Такая, она вспотевшая, набежала. Ну, сейчас очень модно эффект влажной кожи. Все выпустили. Да. Ну, можно немножко, можно. Хайлайтер с эффектом влажной кожи. Но у нас и так тут влажная кожа, потому что очень жарко. Очень жарко. Нам это не надо пока. Теперь еще. Что у меня? Дальше ты делаешь... Обожаю. Ну, обожаю. Кто не знает, это же крем. Это же маска, сеслей. Это все. Ну, вот это, если мне нужно очень быстро достигнуть эффекта на выход куда-то, да? Да, или перед съемкой, если я не спала, если я откуда-то куда-то... Сеслей это лучше маски, стоят своих денег, как бы вложение в красоту. Да. И вот я, наконец, покрасил, наносит румяна. А теперь наношу румяна. Давайте слушайте суть. Давай, давай. Есть, вот опять же, у меня две. Смотри, вот это вот у меня стандарт, а теперь румяна. Может быть, мы поближе встанем? Давай. Вот это что? Ну, можно. Ну, я могу и так. Ну, давай, ты туда показывай. Смотри. Румяны две. Два румяна. Два румяна, ну и еще есть такие маленькие. Как бы, вот шантыкальская. Значит, румяна одна. Шанелька. Это Шанелька. Уж даже не знаю, там все стерлось. И Нарс, это... Это у меня, наверное, не румяна, это бронзер. А я вообще румяна... У нее румяна нет, да, она все время бронзером делает. И Нарс у тебя лагуна, как раз. Нет, Казино. 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 Загорела, да. Пошла из-за, да? Пошла из-за, да? Шел, да. Чаще всего, конечно, вот. Шанель. Шанель. Опять же. Ну, видно. Тут прям почти уже... А если нужно немножко, ну, чтобы я не была такая... Это вот шантыкаль, я уже тоже не помню что. Видишь, какой цвет интересный? Да, такой... Да. Ну, не знаю. Ничего, она не видно уже. Ну, потому что я их изнашиваю. Я их не... Чтобы немного что-то так вот... Ну, румяная девочка. А вообще-то вот еще. Мне всегда говорили... Вот такая. Когда я снималась, все как говорили, кричала моя... Обязательно Горя причесывая. Причащие прави! Виктория! За догонку. Мне бы твои проблемы. И как Скарлетт Охара делаем. Вот так. Делаем это вот перед каждой съемкой. Чтобы не было как... Немош делаем. Так. И теперь вот я нанесла. И, в принципе, вот это классное... Бурити. Это вот Вика мне как раз сказала про Arames Beauty. Мы с ней любим вот этот бронзер. А потому что... Ой, вот ты едешь... Ты его кинула в сумку, едешь куда-то. У тебя и румяна, у тебя и бронзер, у тебя и тени для глаз. И если что, помаду даже можно использовать. Ну, да. Все в одном. И поэтому я это... Я его... Потому что мне все эти кисточки летом... Ну, да. Я еду куда-то. Нафиг они мне нужны? Дальше. Помады. Теперь. Помады. Помады у меня есть разные. Ну, самые, наверное, любимые... Это... Это кто у нас тут? Violet. Velvet Violet. Том Форд? Да. Том Фордовский Velvet Violet. Такая. Jarrett. Я люблю, как Том Фордовские помады пахнут. Прекрасно. Ну, самый вот... Это был... Сезон мой. Нарсовских карандашей. Это... Это... Понимаешь... Дело в том, что я... У меня такие губы, я не люблю, чтобы у меня было четкое очертание. Угу. Или губы. Да. И я предпочитаю губы, потому что легче и потом смывается. И я этих вот карандашей... Они очень хорошо держатся. Матовый такой эффект у них, да? Какой? Ты думаешь? Ну, давай красный. Как всегда. Dragon Dragon. Красный. Девочка Dragon. Давай. Красивый. И я. Мне не надо ни этих. И я видела, ты так же делаешь все время обязательно сюда потом. Ага. Ты поддерживаешь, да, этот цвет? Да. Ну, чтобы как-то... Ну, чтобы гармония такая. Ну, она такая немножко... Ну, холодная. Холодная такая сразу появилась. Да. И одна из... Мне, в принципе... Ну, тебе все. Ну, у меня еще линзы. Я не люблю все это. Ну, у-у-у. И... И так, ну, как бы, и все. А... Да, карандаши, они, конечно, классные. А из этого... Я еще думала, зачем мне вот это? Очень жарко. Да, очень жарко. Жарко. Теперь... Теперь перейдем к духам. Ой, я. Пожалуйста. Ну, короче... Покажи все духи, потом скажи, вот, если бы надо выбрать два. Какие бы ты выбрала? Два. Хорошо. Я... Так, это не духи. Это нет. Ну, что у нас? Аппеш. У нас бал... Что это? Балмей. Игуар. Игуар. Кикума-щерри лукум. Лукум вот у меня с Викой ассоциируется всегда. Это ее запах. Этот лукум. Сладкий... Ммм... Ммм... Сладкий миндалюк. Да, 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 да. Да, такая турецкая... Ну, тут роза, тут все. Тут роза, тут ваниль. Сладкий, очень сладкий запах. Я люблю. Ну, и припудренный немножко. У нее есть еще и... Легче запах пудре или что-то такое. Да, да, легче. Сертельтен был, рахат лукум. Говорят, рахат лукум, да. Похожи. Но все дни его нет. Теперь... А его вообще поможет нет. Ну, не важно. Так, дальше. Дальше. Ну, из самых-самых любимых, это, наверное... Ну, вот, ностальгия классика, это Лулу. Но из самых-самых любимых, это, конечно, Watch Микалев. Это мой. Тоже она не очень красивая раскрывается. Это... Да. Уже тут... А, кстати, Красная Москва, я люблю... Ну, это Балмейн, это Мисс Балмейн. Винтаж. Винтаж. Мисс Балмейн. Гроссвейн. Кстати, я обязательно под Гроссвейн, я попробую летом. Как ты сказала? Да, попробую. И вот... Я, наверное, все-таки Гурленджа. Она Гурленджа, да, Гурленджа. Мне очень подходит. Я люблю и Митцоку. Вот что-то есть сладкое и... И вообще мне как-то нравится, наверное, все-таки сладкий. Хотя я все перепробовала. С цветами мне не очень, а сладкие. Все. Да. И готово. Ну, то же самое, что и Лулу. И, конечно, теперь... Ну, вот Монтали у меня достались, кстати, от тебя, конечно. Да. Ну, давай ждать. И это Монталь Мухалат. Мужской халат. Мужской халат. Мужской халат. Ну, все знают, он протёк. Да. И слезла краска с облакона. И Манго-Манго. А Манго-Манго, вот, кстати, вот надо было сейчас её приснуть. И Мухалат. Они тоже, они вот сладкие. И Мухалат сначала он мне не понравился, он мне показался вот мужским халатом, что это мужское. И ты мне ещё сказала, подожди, подержи. И тут вдруг, вот просто, тупо, какой-то день я как-то попробовала, почему он мне сначала не понравился. Потому что такой классный запах. Ну, это моя классика. Это Balmain, Arpège тоже. Всё пудренное, сладкое. Мне нравится. И такое. И немного ретро. Да. Ретро-винтаж. Да, ретро-винтаж. У меня ещё кое-что. А, это русский дух Шанель. А, Кюрде Рус у неё. Да, уже из какого. Ну, как бы я, когда в 80-е и 90-е, особенно в 90-е, когда мы переехали в Грецию, то, ну, всё как-то было так... Все ходили в чём-то, и мне это не нравится. Или был и Дэн, или был Лу, или... Ну, всё было... Ну, вообще ничего не было. И все пользовались тем, что было. Тем, что было, и тем, что афишировали, и тем, что рекламировали. Как бы все это... А мне всегда хотелось пахнуть как-то по-другому, и поэтому особо не получалось. Гуччи Раш в неё был. Да, был. Я тебя вижу прям в нём. Был у меня Гуччи Раш, и мне очень нравилось, потому что мне очень нравятся сумки. Да. У меня их очень мало. У неё ещё сумки. Да. В следующем видео она покажет нам свои сумки. Сумки. И ещё это... И ещё что-нибудь. Да, ещё что-нибудь. Дали. Ну что? Дали у меня был, кстати. Дали губы. Да. У меня тоже был. Ну, не у меня, а у мамы. Все дарили. У меня дарили, дарили. Сейчас мы у вас это... Пустим. Хватит. Пустим. Опять. Ну, Виктория, у нас уже получается где-то с вами записи на полчаса. Я думаю... Хватит уже. Хватит уже, да? А то мы... Ну, последнее, что я могу сказать, это то, что вот... Вот роза. Даже не жулипорт, а розовая вода, которую употребляют в еде. Да, Вика меня научила её в пульверизатор. И летом ты просто охлаждаешься. Волосы. Волосы, запах. Ну, очень хорошо. Самое простое. Я вообще люблю всё простое. Так. Ну, и до свидания. Всё, наверное. Ну, всё. Мы ещё будем с тобой болтать, а всем до свидания. До свидания. Чао, какао. Чао, чао. Чао, пока, пока. С вами была Лёнка Блок. Чао, чао. Пока. Нормально?